привет зритель говорят я давно не хавала на камеру я честно старалась сделать очень густой творожок у меня как-то один раз так получилось вообще как бы сейчас презентация вот вот здесь я как-то можно сказать неделю назад на самом деле чуть больше потому что у меня это молоко было последний раз но может недели две назад как-то так я зафигачила сюда порог полила молока какого-то варенья или ягод я уж не помню и сбилась у меня так такой кремовый творожок вышел вообще а потом больше выходил такой ну как йогурт жидкий вот вчера мне получился такой типа йогурт у меня короче кровь сильная обжарки основа решила его пить вообще встала в 6 утра ну проснула 6 утра встала чуть позже потому что у меня так по утрам ритуал такой я втыркаюсь в телефоне чаще в инстаграм какую-нибудь хрень смотрю которую мне советуют в итоге у меня здесь значит козий творожок козье молоко и варенье у меня было с прошлого года малина и смородина красная я решила что надо бы на завтрак делать творожка сначала очень жидкий я добавила еще творожка сейчас он как бы ну он такой кремовый еще бы чуть-чуть и он был как вот первый раз у меня создался поэтому зритель хоть мне и сказали я забыла уже как-то я так нацепить думаю может яблок погрызть человек хотел хлебушка с паштетом у меня нет паштета и хлебушка то нет учета как-то вот у меня там есть хлебцы хлебушка нету не сложилось от него пила еще хлебушка или чая с пряником чая есть пряника тоже нет но есть творог есть куча яблок и я так подумал может яблоки погрызть человек мне говорит что надо типа как бы или обед похавать супчик или ужин там сосисками похамячить сосисок тоже нет у меня есть супчик так что я думаю что наверное еще и на обед потом похаваю я не знаю насчет ужина ничего даже не придумала что на ужин но я похаваю к тому же теперь можно управлять с телефона снова этой камерой еще чем если тебя зритель напрягает такая тема чё это у лёли овер дофига всяких кастрюль стоит банок с водой то может и не видно за мной но у нас вчера случилось в цветочном авария буду срубили и евро я как частично дали эту воду до 9 утра сегодняшнего дня а потом будут ликвидировать аварию и потому срубят опять воду но я делала по словам сюда бы конечно булочку какой умеет только хлебцы стройте туши зрители сутя есть какой-то творог не обязательно что это был корове или вообще магазинный возможно ну смысле кури то чудо хрень там а я забыла уже как это я тут обнаружила что можно как-то сфоткать вот этой вот штукой управляя камерой я тестово сфоткала короче берешь творог берешь стационарный блендер берешь молоко и какое-нибудь варенье или ягоды и фидок в пропорциях или один к одному или чуть поменьше молока вообще как-то очень жиденько вышло я боялась что но будет совсем жиденько и придется пить но но не настолько рынка когда наверно было это лову ловку закон для его припоминаю меня подобная авария с этой водой мне кажется там что такое гнило и где-то в этом месте где за воду ухаживают происходит если не раз полгода то 1 7 8 месяцев точно интересно куда идут наши деньги которые каждый человек квартире каждая квартира все точно платит зовут эту воду обслуживание и так далее если такая авария периодически случается но суть такая я так поняла что повезло кому-то повезло больше кому-то меньше у меня отопление было вчера но не было воды у родственников не было ни того ни другого а сейчас как бы не особо так тепло на улице моя бабушка сказала не май месяц но бывает мая так холодно что можно сравнить даже с каким-нибудь ноябрю а бывает и наоборот по-моему я уляпалась а бумажные салфетки у меня и мой платочек опять куда-то а вот он упал я его потом достал он как-то так вот лежал тут и упал туда я сейчас подумала я так сюрпали как раз так ну вот так вот ведь кого-то это может раздражать кстати полотенце совершенно чистое сегодня дай лапку вытирать я стабильно стараюсь вешать полотенце на тот гвоздик который на липучке присобачила когда сюда въехала после того как сделали ремонт но почему-то стабильно у меня полотенце оказывается на батареи чаще всего обалденно надо было взять эти бумажные салфетки по блюд мне интересно видно этот цветок который скоро зацветет ну его чуть-чуть видно буду я думал он помирает или типа того потому что он вроде как-то побледнел послезал я никак не соберу как его поливать много надо или поменьше вроде как ну короче он дает бутончики скоро зацветет недавно плавли бы еще отошел в том плане зазеленился так вот мне тут на днях дали родственники вкусную штуку я думала что одинаковая штука на помидоры там такие с чем-то любая помидоры с перцами я как-то люблю перцы которые фаршированные сто лет не делала сама не раз не делала по моему родственники соответственно тоже не делали уже сто лет люблю это самое перец в каком-нибудь борще щах тушеный перец а тут внезапно никогда не думала что мне будет вкусно так короче помидорка перец ну лук наверное но перец такими крупными кусочками я вчера на ужин зафигачила все вареные картошки положила пару столовых ложек в тарелку этой смеси с перцем у меня там еще капуста квашеная родственники выдали в контейнере это так обалденно вкусно я решила что надо делать это сегодня на обед на второе так что зритель если ты осилишь вот этот завтрак и тебе вдруг захочет это тоже пожрать приятного пронора ты зритель то я запишу для тебя еще и обед еще не столько планов я специально легла пораньше чтобы стать пораньше дурацкий год меня будил каждые два часа мне какая-то хрень снилась какая сериальная каждые два часа продолжение того что снилось перед этим но я укладывала себя и даже не не брала телефон специально время смотрела или на кухню приходила мне тут часы и франшерский на 2 минуты вперед и на день вперед на короче у них по числу день допустим уже лакушнее на две минуты сзади на две минуты сзади на день вперед и часы которые подружка подарила на новоселье в комнате настенные но они иногда отстают я их подвожу они снова отстают у нас деревни сейчас такое же подобное так же ходит внезапно весь пирог захомячего у меня там еще порог но я думаю его на полник оставить короче говоря что хотите сказать зритель ну я не просыпалась и не брала телефон руки чтобы хочешь не хочешь обратно уснуть учитывая что я последние две недели как сонный мух хожу если ты зритель думаешь что что-то изменилось то ты прав я тут вставала брала салфетки подняла платочек поняла что его надо постирать налила молочка у меня в этот раз было три бутылки молока но вообще как бы простокваша полтора литра и еще 2 2 бутылки полтора литра простокваша полтора литра вчерашнее молоко и полтора литра свежее молоко до этого я что-то все вчерашнее юзала и вот сейчас только свежее засвигачила ну три дня этому молоку так как мой холодильник сейчас на тройке стоит то молока еще вполне себе как свежая тут короб с молоком правда я что-то как-то малогадр переборщила он уже слегка подостыл а у меня портика открытая ну чё у меня холодно как бы от батареи тепло идет а сверху холодом дует надо бы конечно чё-то к этому крову взять но у меня только хлебцы не у меня есть еще халва самопальная мед и кунжут потом паста арахисовая из темного арахиса с кокосовым сахаром которая дала масло я поняла что мне не надо никакую штуку у меня уже есть вот тут погружной блендер который я обозрела но еще не смонтировала постараюсь его смонтировать но в общем благодаря ему мне он тут арахис выделяет масло только я экспериментировала с этим с кокосовым сахаром туда положила лучше наверное все таки с медом делать или с виноградным сахаром потому что ну эффектный организм совершенно другой она еще насчет сахара темнеет эта паста ну хотя тоже вкусно ли съедаешь ее еще меньше чем обычно кстати очень вкусно зрители это ты не пробовал кроп сильной обжарки но любишь при этом кофе с сахаром бери себе кироп с кироп с сильной обжарки такой по виду как шоколадик ну как темный какао порошок зафигачивая его водой горячей но смешиваете год по вкусу как вот кофе с сахаром без молока а если ты любишь такое что-то типа ближе к какао то бери сюда еще и молока по виду будет как крепкий какао а по вкусу ну несколько отдаленно похож на какао без сахара такой слабосладкий какао на самом деле тут такой немножко сахар есть вот благодаря ему я может быть у меня еще и вине что-то хорошее случалось хз и оно так параллельно шло все к одному но суть такая что я сладкого стала меньше хавать и даже чувствуешь сильнее вот этот какой-нибудь сладость хотя вот у меня есть две конфетки я как-то покупала но остались две конфетки а еще мне угостили меня кусочком шоколадки темной ничего там видно как-то не идет чем у меня есть там сам опальный шоколад темный я принял забыла он фунде и да изначально таять хотела тупо яблочек погрыз между делом на камеру но ты зритель сычок скажите по люди я люблю смотреть как люди хавают яблоки на камеру я тебе запишу меня тут пара бананов есть три тарелки яблок это с того обзора из пятерки за 2 килограмма имеется ничего я говорила планы я сначала думала что если посередине ночью проснусь и мне захочется есть я паховую на камеру потом я подумала что если я проснусь то можно в темно или в тишине записать асмр а сейчас я подумала что принципе сейчас все эти дети свалят в школу все эти взрослые свалят на работу все эти взрослые пенсионного возраста совсем-совсем бабушки то что может куда-нибудь свалят они обычно сам более-менее тихие и поэтому можно год с кардиоидной пушкой пописать поселить комнаты асмр с этими самыми парфюмками то что у меня осталось от двух раздач правда у меня вчера пришло еще сколько там штучек 5 но это уже после того как я обозрю эту посылку я нашла компромисс для себя что можно сначала обозреть то что я хотела обозреть в чистом виде а уже потом когда-нибудь если тебе приспичит зритель обозрю слово типа вот мои парфюмерки сейчас они парфюмки стоп сейчас они в таком виде не рассчитала здесь большая чашка обычно я в этой штучке и на этом может какая-нибудь не знаю это короче штука был у нас такой сервиз дедушки подарили на сколько там лет жизни работаю в этом главным металлургом на механке которая уже не живая и мы ее сестрой младше поделили этот сервиз и ушел суп суповой набор мне всякие-то мелкие тарелки такие маленькие штучки и вот эта штука я мне еще на механке любила суп есть и не только суп учить здесь короче общем она объемная по моему мне кажется она даже на побольше чем просто тарелка по объему ну чему-то там семью отдаливать творог не вот еще огромная такая чашка в 300 миллилитров короче я как бы это не то чтобы объелась но еще чуть-чуть и вот так так вот про яблоки если тебе хочется зритель посмотреть ну ты любишь допустим фрукты а заставить себя не можешь потому что те религия не позволяет взять зеркало и посмотри и напротив зеркало хомячки ты мне напиши в комментах то ли я типа хочу чтоб ты яблоки погрызла потому что они вкусные сладкие я их что-то хомячу даже думала еще так буду кидать какие-нибудь музея в итоге просто хомяч да я себе еще кусочек хлебца этого хлебного но такие хлебцы которые как вафельки захомячила я бы уже не осилила наверно так короб сейчас так подумалось поспать что ли в принципе уже как бы свои 8 часов отпыла и тот кто смотрел тот ролик который я долго не могла мать смонтировать хорош чтобы играть но что-то он такой клетки у меня в общем на что-то хватает силы она что-то нет это так давно не щелкала татарахис таких шкурках и надо будет его наверно плоскогубцами фигачить кстати вот благородная артурюшка благородная меня сейчас была не знаю камера уловила или нет после папа боль как с того видео первого после готова мне сначала было помню очень дико стремно снимать как я хаваю на камеру а потом еще более стала стремно потому что рядом естественный процесс организма с опущенным желудком случился короче вот эта вот штука тут перцы помидоры что-то наверно еще и масло подсолнечное очень вкусная штука про которая говорила с картошкой вот лишь я так еще вчера нахомячила думаю надо же это никакого мяса там колбасы не надо можно так захомячить прям практически веган-веган оно закончилось не знаю воды что ли еще запить только что жаловалась юля потому что у меня тут ничего уже не лезет так вот зритель я поняла что мне надо запить но так как я тут как бы пытаюсь еще до 9 словить весь кайф от существования воды в кране то я быстренько помыла чашечку эту тарелочку две ложечки а сейчас мы с тобой зритель тяпнем водички вообще тебе нравится вот эта хренатень и синтуки шо ли она ну она называется аллея источников номер четыре я все время забываю какая мне нужна вода и какую ну хошно пей ну смысл если хочешь то можешь и попить то есть номер 17 то ли номер четыре она что-то была по скидке в магните я ее захопала перед этим покупала за полноценную стоимость маленькую полу-литрушку просто подумала что полу-литрушку выпью как бы нормально полу-литрушку открою она мне бы стоять и про нее забуду они четко найдет газа из нее вышли она вполне себе вкусная без газов до углическую воду поставишь газы из нее выйдут хотя я помню мы мелкие ездили на великах с механки с сестрой с дедушкой на левый берег там была эта колонка не колонка в беседке такая фигня и наливали эту воду из источника углическую ну соответственно без газовая такая мутненькая была такая странненькая типа за хрена полезненькая не ну тут какие-то газики еще остались а офигенно и этот человек минуты две назад забывал что объелся я иногда какой-нибудь напиток запиваю чаем если не запил чаем то жизнь прошла зря у меня там есть конечно заваренный чай который сегодня собираюсь обозреть но и его тоже но это не совсем тот чай который вот на было бы запить кироп но это зрители это у меня такие закидоны я думаю что ты будешь пить кироп тебе вполне этого нет не будет желание запить его водой если чё у меня там вода утекает раковина под сильным напором струи она как-то накапливается потом сваливает вообще такие раковины странные вот эти вот обычные кухонные это такие типа как бы новые на механге у меня помню была какая-то допотопная в ней так хорошо вода уходила она была совсем допотопная советско-союзная а потом поставили на спинка родственников вот по типу такую раковину металлическую кто там это меня смотрел ранее ролики не знаю там может попадала иногда тараками на кадр короче вот эти раковина которая недопотопная и почему-то так вода в них долго уходит может потому что там вот этого хрена тенингом в той раковине не бывало такой хрена тенинг и хрен но другой стороны плюс от их раковины на тенинг если какая-то мелочь насыпалась то ее можно смести выкинуть и раковина не засориться кайф то какой пусть у зрителей спасибо за компанию надеюсь я вдохновила пожирать моё хаванье может живут пус как арбуз а да если тебе это понравилось в тысячу не подписался на этот канал она быстрее нажми на кнопочку подписаться рядом еще на колокольчик смех потому что если ты любишь стримы то тебе придет оповещение а если ты любишь стримы но не нажал на колокольчик то хрен тебе будешь страдать так что не страдай зритель пока